Здравствуйте! В эфире Факты и Афиша. Куда сходить и что посмотреть? Об этом расскажу прямо сейчас. За свою жизнь этот композитор написал почти 5000 песен. Его произведения становились любимыми с первого аккорда. В Краснодарской филармонии 2 февраля пройдет концерт памяти народного артиста СССР-композитора Григория Пономаренко. «Пока я помню, я живу». Для вас выступит хор Краснодарского края, квартет «Адажио», виртуозы Кубани, солистка вечера, народная артистка России Вероника Журавлева-Пономаренко. Гляжу в озера синие, в полях ромашки рву, зову тебя Россию. Обладательница чудесного сопрано, оперная дива Хибла Герзмава приедет в Краснодар. 4 февраля она даст концерт в музыкальном театре «Премьера». Вместе с трио Якова Окуня певица представит уникальную программу «Классика и джаз». Хибла составила ее из лучших примеров джаза, исполненных в европейских музыкальных академических традициях. Классика отечественной драматургии на сцене Краснодарского театра драмы имени Горького. 31 января на малой сцене театра актеры покажут одну из лучших комедий Островского. На всякого мудреца довольно простоты. История неглупого, но бедного парня привлекательной наружности Егора Глумова до сих пор актуальна. Хитрость, ложь и подхвалимство молодого человека не знает границ. В спектакле занят золотой актерский состав театра. Вера Великанова, Андрей Светлов, Арсений Фогелев и другие. Для многих россиян, а в особенности для тех, чья молодость выпала на 70-80-е годы, они стали символами прожитой ими эпохи. Легендарная группа «Машина времени» приедет в краевую столицу с юбилейным концертом в честь своего 50-летия. Программа так и называется «Пятьдесят лет». Золотой состав группы во главе с бессменным фронтменом Андреем Макаревичем исполнит как любимые хиты, так и новые композиции. Что творят мужчины? Эта комедия приоткроет нам тайну театрального закулисья. Эту комедию краснодарцы увидят 5 февраля. В главных ролях столичные артисты Сергей Астахов, Александр Горшков, Андрей Федоров. Сюжет такое. Время идет, день премьеры неумолимо приближается. А разрешений на постановку все нет и нет. На какие актерские хитрости пойдет автор, чтобы протолкнуть свое творение. И что придумает, в конце концов, чтобы премьера состоялась. Продюсер, композитор, певец, без которого трудно представить современный музыкальный олимп. Благодаря ему мир увидел таких исполнителей, как «Глюкоза», «Серебро», «Наргиз» и многие другие. Он не только пишет музыку, но и сам исполняет ее. В Краснодар с сольным концертом приедет Максим Фадеев. В программе, которую готовит зрителям продюсера и певец, лучшие хиты. А теперь расскажу о киноновинке января. В прокат выходит долгожданная лента о приключениях знаменитого сыщика с Бейкер-стрит. Картина «Холмс и Ватсон» – очередное расследование талантливого детектива и его напарника. В истории есть и королева, и букингемский дворец, и злодей. Каждое дело по-своему сложное. В какой запутанной истории будут разбираться верные друзья? Узнайте, посмотрев картину сети кинотеатров «Монитор». У меня на этом все. Теперь вы знаете, как разнообразить свой досуг. С вами была Алина Лазарева. До встречи на телеканале «Кубань-24». Редактор субтитров А.Семкин